Психологическим событиям, которые происходят одно за другим в нашей стране. К сожалению, матери, многодетной матери Анастасии Шевченко не дали возможности даже помочь, в общем-то, проститься со своей умирающей дочерью в больнице. Таких женщин, которые находятся в заключении, в задержании, по политическим мотивам, они только есть, и надо не забывать о них, надо стараться помочь им, поддержать их хотя бы такими акциями. В Дагестане мы знаем ситуацию с делом братьев Гасан-Кусеновых, трагическая ситуация, в которой родителям сказали, что ошиблись. Так нельзя говорить родителям, которые потеряли всю свою жизнь. Должны быть названы имена тех, кто совершил эту трагическую ошибку, но имеющие авторство, должны быть принесены уплощайшие извинения и за то, как тянут с этим процессом, как ведут себя власти с этими несчастными людьми. Государство должно иначе начать относиться к своим людям. Это и ситуация с детьми, с курсантами училища, где они заразились фразитами, теперь говорят, что якобы собаками обнимались. Это ситуация, когда чиновники предлагают отменить бесплатные обеды для младших классов и предлагают платить родителям, а то и говорят, что вас никто не просил уже детей. Так нельзя. И нам нельзя оставаться безразличными к этому. В обществе огромное напряжение. Кондукторы высаживают на мороз детей, педагоги срываются на детей. Что происходит у нас? Вот надо задуматься об этом, надо стать милосерднее, надо задуматься о ближнем своем, а о том, кто дальше от тебя, он тоже нуждается в тебе. Этому всему посвящена акция. Вот это вот большое черное сердце, которое я здесь буквально сшивала, хотя должна была сделать заранее дома, но в тот момент, когда ездила за материалами, в мой дом стучали, ломились полицейские, в тот момент, когда мои дети сказали им, что у мамы нет дома, они не прекращали, дети плакали. Я, конечно, постаралась сделать все, чтобы туда выехали мои друзья, чтобы это предотвратить, но уже после таких вещей, когда люди от государства теряют границы гуманизма, обязательно надо оставаться небезразличными и принимать участие в таких акциях. А с какой целью полиция ходила к вам сегодня, вот он, домой? Вы знаете... С чем вы связываете этот вид? Во-первых, будем еще конкретнее. Эти люди назвали себя полицией, эти люди были в форме, в общем-то больше ничего другого не знают, потому что это все со слов моих детей. Никто им в глазок удостоверение не показывал и так далее. И, конечно, для детей это страшно. Они знают, что нельзя открывать двери посторонним, нельзя развивать, даже если они в форме. Это, конечно, категорически. Потом мне звонил сотрудник, назвавшийся заместителем... Чего-то каким-то он заместитель всех сразу... Звонил сотрудник, назвавшийся заместителем... Чего-то каким-то он заместитель всех сразу же участковых. Хотел со мной встретиться, поговорить в любое время, в любом месте, но чем мы быстрее, тем лучше. Потом позвонил товарищ Амаров, который объяснил, что ему пришла бумага из мэрии, что будет незаконная акция проходить, что мне не согласовали. Это был парадокс, потому что тот формат митинга, который я выбрала, проконсультировавшись с юристами, не подразумевает согласование. Но я знаю, в каком я регионе, я хотела их предупредить заранее, что, ребята, будет мероприятие, чтобы все было благополучно. Но вот Амаров сказал, что мы будем действовать в рамках закона, я сказала, да, совершенно верно, абсолютно правильно, в рамках закона. Она сказала, мы там с вами встретимся, увидимся, мы действительно встретились, увидимся. И я задала ему вопрос, насколько он считает адекватным действие сотрудников полиции. Ну, ничего человеческого не ответил, бросил сухую фразу, что если вы считаете, что они что-то нарушили, пишите. С его слов они ничего не нарушили. Нельзя измерять жизнь человеческую исключительно сухой буквой. Я даже не скажу закона, но в принципе, где-то должна быть человечность. Твои сотрудники стучались к детям и напугали. Я понимаю, люди, ну да и скажи, я сожалею хотя бы. И вот эта ситуация, которая, ну, у меня-то она неприятна, категорически ужасна, но представьте, как родителям Гасан Гусенова, когда говорят, ну, извините, ошибка была. Это кошмар. Надо по-другому относиться к людям. Почему решили? Мне важно было, чтобы несогласие, чтобы призыв все равно так или иначе прозвучал. Поэтому я написала, что друзья, пожалуйста, в качестве зрителей сколько угодно, сейчас я иду и я реализую эту акцию, потому что иначе бы и вообще ничего не было. Писали вы Гасан Гусенову или кого-то еще, чьи дети пострадали от каких-либо действий. Приглашались туда на эту акцию? У меня была такая мысль. Но, честно говоря, я вообще не политический активист совсем. Если бы не происходил такой ужас, я вообще сидела бы дома. И сегодня в выходной, в воскресенье, с детьми мы, может быть, где-то гуляли в парке просто. И у меня нету каких-то таких навыков привлечения всех. Поэтому я решила, что если смогу выйти, выйду, поучаствую в мероприятии. Но никто, оказывается, здесь мероприятие не организует вообще ни в какой республике Северного Кавказа. Мне пришлось стать организатором. И уже просто в фейсбуке написала, что все желающие. Буду рада, когда еще рассчитывала на предшествующий формат, предшествующий тому, что реализовано. Получается, кроме журналистов, желающих будут только несколько человек. Вы знаете, очень много писали в личку. Были желающие, и это было очень приятно. Потом писали и из других регионов России и мира. Но я не хотела, чтобы были какие-то для кого-то нехорошие последствия. Тем более, что силовики здесь тоже бывают и живают.